Согласно последней переписи населения, в Салахаульском сельском округе проживает всего 885 человек. В самом селе Салахаул, где побывал глава города, чуть более 200. Начал свой обход Анатолий Пахомов с посещением мужского монастыря «Крестовая пустынь». Эту местную достопримечательность глава города поставил в пример того, как надо развивать тематический туризм на курорте. Монастырь начал свою работу совсем недавно, но уже приобрел известность и привлекает в Салахаул множество гостей. Ведь совсем рядом с монастырем находится святой источник в честь Целителя Пантелеймона. Здесь построили открытую купель, которая так привлекает туристов. Работы продолжаются и сейчас на территории монастыря вовсю идет благоустройство. У нас храма два. Один наверху, там совсем маленький, братский. И здесь вот это, который основной. Но там сейчас участок выкупили Анатолий Пахомович, здесь вот наверху. Будет большой храм. По инициативе главы города здесь вскоре будет реализован еще один проект. На этот раз социальный. Анатолий Пахомов предложил возить сюда на экскурсии и беседы сочинцев, которые ведут асоциальный образ жизни и нуждаются в духовном наставничестве. В целом, градоначальник отметил, что со временем Салахаул должен стать таким же туристическим центром, как, например, Кичмай, благоустроенным и с необходимой инфраструктурой. Работа над созданием центра притяжения туристов уже началась. Так главе города показали еще один туристический объект. Правда, пока только в проекте. Здесь планируют построить набережную со всей необходимой инфраструктурой и сделать подсветку вот этой скалы. Глава города проект одобрил. Теперь осталось найти инвестора. Для меня это еще важно, что там будут построены рекреационные объекты, объекты размещения, рестораны, а это рабочие места. То есть мы сегодня хотим, чтобы жители Салахаула не выезжали очень далеко на работу, а зарабатывали деньги здесь. На встрече с жителями Салахаула мэр интересовался бытовыми проблемами селян. Так уже совсем скоро каждый ребенок от 3 до 7 лет получит место в детском саду или группе временного пребывания. Сейчас заканчивается ремонт в детском саду поселка Волковка. Доступнее станут и продукты питания. Уже в эту субботу в Дагомысе вновь заработает ярмарка выходного дня, пообещал градоначальник. Ну а тем, кто желает самостоятельно выращивать продукты, будут давать землю в аренду на 15 лет. Так распорядился в Рио губернатором. Еще одна застарелая проблема села – водоснабжение. Насосы, которые качают воду из скважины, не справляются. Система, которая построена в советское время, она около четырех десятков лет уже, собственными силами сейчас ее эксплуатировать не представляется возможным. Вот нам депутаты Лазаревского района три года назад подарили два двигателя глубинных. Один малой мощности, а второй – основной. Вот основной сейчас вышел из строя, люди уже сейчас ощущают нехватку воды. Ее просто не бывает. Решение этого вопроса мэр взял под личный контроль и попросил помочь в этом местных депутатов. Кстати, не исключено, что совсем скоро жителям Салахаула не придется качать воду из скважины. В село планируется проложить центральный водопровод. Но, подчеркнул глава города, проект будет реализован только если большинство жителей Салахаула поймут, что провести сети к частным домам от основного водопровода можно будет только за свой счет. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.